Всем привет и добро пожаловать на мой канал! С вами снова Катя и сегодня мы будем делать видео-обзор косметики NYX. Как вы знаете, недавно я делала, скажем так, макияж только с этой косметикой, но из-за того, что продуктов больше, я решила вам ее всю показать. Но, соответственно, по тем продуктам, с которыми я делала макияж, мы будем очень быстро пробегаться. Итак, первое, что у меня есть, это основа стик, я ее уже тоже показывала в видео. Она слегка темнее, чем мой цвет кожи, но, в принципе, она потом подстраивается под ваш цветотип. Вы знаете, она плотная, то есть это не та основа, которая очень легко, ну, не ощущается на вашем лице, да, то есть которая очень легкая, которая такая вот невесомая. Она делает вашу кожу не супер матовой, но при этом могу сказать, что она очень кремовая. То есть нет такого эффекта, что у вас видно весь пушок и все остальное, она это все очень сильно замазывает. То есть она больше похожа, действительно, на консилер, но только более легкой формулы. Вот, если вы любите тональную основу в стике и она для вас удобна, то да, это хороший вариант. Плюс ко всему, ее очень легко транспортировать, очень транспортабельно. Ее очень легко транспортировать, потому что вы можете ей положить в сумочку, она не занимает много места, и она достаточно легко разносится пальцами, потому что она очень-очень не силиконистая, она очень-очень гладкая. Вот, она больше даже слегка похожа на, наверное, помаду, то есть вот больше такой вот консистенции. В жизни она смотрится достаточно хорошо, но она немного некомфортная в носке, поэтому в целом не могу сказать, что я ее бы себе супер-пупер хотела. Для пары макияжей, да, но вот так вот прям вот супер на каждый день, нет. Далее, что будет, это будут тени-однушки, честно говоря, я в них немножечко разочаровалась. Я понимаю, что матовые оттенки достаточно сложно перенести на век, но я знаю, на самом деле, достаточно много примеров, которые можно поставить для сравнения, которые лучше. Вот, они наносятся достаточно долго на век, то есть у них не очень хороший цветопередача, но вот этот вот матовый оттенок, он идеальный будет для бровей. Его название... Trust, нет, не Trust, Trice, скорее всего так. В общем, в любом случае, все оттенки и названия я напишу внизу, но в качестве единого цвета, наверное, я бы его не стала вам рекомендовать, потому что, ну, не знаю, мне кажется, что, во-первых, тени-однушки немножечко уже вышли из моды, так как это хорошо для визажистов, а для обывателя нужна все-таки палетка, которая содержит намного больше оттенков, которые, в принципе, они не израсходуются там за пару дней там, или даже месяцев, они израсходуются за пару лет, но вот тени-однушки я бы, на самом деле, их не рекомендовала. Поговорим о знаменитом Wonder Stick. Вы знаете, этот продукт, насколько я понимаю, практически покорил Instagram, YouTube и все остальное. Очень многие американские блогеры его показывали. Это действительно один из самых достойнейших, наверное, двойных стиков, из тех, что я знаю, вообще даже из стиков для контурирования лица. У него просто идеальный хайлайт. Я изначально думала, что он должен быть больше как консилер, но на самом деле нифига, он действительно работает отлично, просто как хайлайтер. У него невидимые блестки. Я не знаю, как это объяснить. Он действительно делает просто кожу влажной. То есть, если к хайлайтеру я больше привыкла, что это мелкие блестки, да, либо крупные блестки, здесь действительно просто супер влажный эффект. Я не знаю, как они это сделали, я не знаю, как он это делает, но просто вау. Насчет бронзера нужно просто... Сейчас, где он? Насчет бронзера нужно просто вам подобрать свой оттенок, потому что в целом мне мой оттенок подходит, но мне кажется, что он слегка рыжеват. Вот, то есть, насколько я знаю, у них несколько их оттенков, вот, поэтому, если вам интересно, обязательно присмотритесь к этой вещи, потому что она... ну, потому что это самое лучшее два в одном, что, на мой взгляд, можно найти. Их достаточно знаменитые матирующие салфетки. Честно говоря, они у меня до сих пор не открыты и до сих пор в слюде, потому что слюда. Слюда. Это называется слюда, а не слюна. В общем, они у меня до сих пор в слюде, потому что, честно говоря, они мне не нужны. У меня нет избыточного жирности на коже, который мне нужно постоянно контролировать матовыми матирующими салфетками. Но то, что я прочитала на косметист, честно говоря, обычно для них людям нравится. Поэтому я вам не могу ничего сказать, так как мне просто не нужно матирование. А насчет карандаша для губ, для бровей, для всего, чего хотите, да, и для слизистой, он странный. То есть, я привыкла к карандашам тоже, которые белые. Этот карандаш, он бежевый, он больше в цвет слоновой кости, но, на мой взгляд, он хорошо распахивает взор. Взор. Странное слово. Вроде бы он неплохо распахивает взгляд, но не могу сказать, что он хороший, потому что на слизистом он начинает немножечко скатываться. У него немного жирноватая консистенция, потому что он сделан сразу для всего. Все-таки я вот не очень люблю продукт, абсолютно универсальный, потому что где-то они в любом случае допроигрывают. Поэтому, наверное, я бы его рекомендовала больше для бровей, потому что на слизистый иногда он, получается, ложится немножечко комочками. Итак, для бровей у меня есть целых три продукта. Начну я, наверное, с Eyebrow Gel. Вы знаете, я его, честно говоря, не поняла. То есть, я еще поняла помаду для бровей, да, которую я тоже показывала в видео. Она у меня слегка рыжит, скажем так, в моей брови. То есть, соответственно, мне приходится наносить более темный оттенок. Этот оттенок Eyebrow Gel, он, в принципе, хорош, но мне он темноват. И более того, чем он мне странен, тем, что помаду легче наносить, этот наносить сложнее. Это просто продукт, который больше создан для профессионалов, а не для обывателей, потому что, и не для новичков, просто потому что его достаточно сложно потушевать, его достаточно сложно убрать, если вы где-то оступились. Вот, поэтому либо нужно такое, знаете, скрупулезное нанесение, либо, соответственно, очень хорошо набитая рука. Помада для бровей зачет, и я забираю назад свои слова, то, что помада для бровей это отстой полный, как бы, и не нужно никогда в жизни ее покупать. Вы знаете, я, правда, ей очень сильно прониклась. Она, правда, хорошо фиксирует брови, она, правда, их хорошо прорисовывает, и самое главное, она хорошо тушуется. То есть, если вы где-то оступились, вы всегда можете это даже просто пальцем убрать, и этого не будет видно. Тень для бровей. Мне нравится то, что здесь, по факту, трио, да, такое небольшое. Есть воздух для бровей, есть два оттенка. Два оттенка идеально подходят под мой цветотип, то есть, я могу, в принципе, как делать более светлые брови тогда, когда летом я больше выгораю, так и более темные, миксуя два этих оттенка. У меня оттенок брюнет, они очень хорошие, у них действительно очень хорошая цветопередача, при том, что они очень хорошо тушуются, нет такого, что вы либо наносите супербольшой слой, да, либо вы его нанесли, и все это больше никогда в жизни не смыть. Они действительно очень хорошо тушуются, они создают, знаете, такой вот именно дымчатый эффект на бровях. База по тени у них просто бомбовая, во-первых, потому что у нее белый оттенок. И это очень круто, с учетом того, что если вы изначально хотите выровнять цвет вашего века, потому что обычно цвет века, он либо в венках, он либо отличается от цвета общего кожи, в общем, он немножечко странный. А белая база его идеально выравнивает, соответственно, она слегка усиливает цвет теней, которые вы следующими накладываете, и она очень интересная по консистенции. Она вроде бы сначала жирненькая, а потом она превращается в матовую. В общем, зачет. Далее у меня есть очень много продуктов для губ, и самый знаменитый и самый классный, на мой взгляд, это лип-крим, то есть софт лип-крим, который матовый. Вот у меня сейчас вот этот вот оттенок на губах, он называется Канны, Кэнс. В общем, очень красивые оттенки, действительно насыщенные, действительно вкусно пахнут, они очень легко наносятся, при этом они достаточно легко тушуются, и если вы где-либо оступились, то у вас нет такого, что пигмент сразу въелся, и вы потом не можете это никак исправить. Они именно наносятся слоями, то есть первый слой у вас будет не супер-пупер выраженный, второй слой уже будет такой, какой он есть в тюбике. Мне они очень нравятся, они просто бомбовские, все оттенки названия я напишу внизу. Далее у меня есть матовая помада, у нее слегка странноватый для меня оттенок, я его люблю почему-то использовать вообще в качестве ремен, потому что, на мой взгляд, он очень персиковый, вот, а персиковые губы, они меня сразу старят, и я смотрюсь, в общем, как клоун. Вы ее чувствуете, единственное, на губах, то есть если вот эти вот помады, которые Soft Lip Cream, вы просто их наносите, и все, с этой немножечко придется повозиться, потому что все-таки она подчеркивает продольное не шелушение, как сказать, продольные не морщинки, а углубление в ваших губах, на ваших губах. Вот, ну, честно говоря, вот это вот просто, если выбирать среди них, потому что финиш, по сути, одинаковый, я бы все-таки выбрала Lip Cream, потому что он вообще невесомый на губах, и он хорошо увлажняет губы, и он идеально потом стирается. Также у меня есть странные оттенки помад из серии Macaron, честно говоря, их не стала даже открывать, потому что здесь один лиловый, один белый и один серый. То есть я так понимаю, что это либо для суперсмелых, либо, наверное, для фотосъемок. Я не суперсмелая, и фотосъемок у меня как бы нет, поэтому они остались закрытыми, так как они действительно просто переносят в том оттенке, который вы видите именно в тюбике. Также у меня есть блеск Mega Shiny Boss. Вы знаете, честно говоря, таких блесков просто очень много. Я не могу вам ничего о нем хорошего или плохого рассказать. Это обычный, нормальный блеск с блестками внутри, да, то есть у него такое не перламутровое сияние, а именно видны четкие вкрапления золотистых блесток. Он очень липкий, и, соответственно, честно, ну вот просто мне никак. То есть если от лип-кремов я в восторге, этот просто хороший, обычный, нормальный блеск. Это были все продукты, которые я вам хотела показать в этом видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Я вас всех очень сильно люблю, всех целую и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok